Всем привет, привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Яна и сегодня мой очередной мукбанг. Если честно, я проштрафилась, и вообще сегодня я не собиралась снимать свой мукбанг, потому что, ну, даже не подготовлена, у меня даже голова не совсем чистая, так что прошу не обращать внимания. Я в выходные планировала снимать суши, роллы, я даже их купила на самом деле, но произошла такая ситуация, что муж, пока я там всякие домашние дела делала, подточил некоторую часть. Я говорю, где? Он говорит, я ее съела, я ее собиралась, видосик снимать, ну ладно. В общем, благополучно мы их съели, доели без видео, но если честно, они были не очень вкусные, поэтому я даже рада, что не стала снимать с ними видео. Я думаю, дня через 2-3 обязательно сниму, потому что я вот их только ела, и мне как-то не хочется. Сегодня у меня такой легонький мукбанг, ну, в смысле легонький, это салат греческий, я его просто обожаю. Опять ем на ночь, конечно. Здесь у нас что? Кстати, всем, кто кушает приятного аппетита, у меня есть два хлебчика, не хлеб, а хлебцы, и запиваю просто, как всегда, чаем. Что я хочу сказать? Салат греческий. Так хотела, гуляли с Евой, нагулялись, на горке накатались, я тоже каталась. Греческий. Я очень люблю этот салатик, все делают по-разному, у меня здесь листья салата вообще не видно, купила салат, вот этот вот листовой, но его практически мало, и он у меня такой большой, много получилось салата, и здесь его не видно. Вообще, его подают для красоты вокруг тарелочки, но я прямо туда. А что у нас здесь? Что у нас здесь? Кому интересно, могу рассказать. У меня, кстати, есть рецепт этого салата на канале, вот на этом, когда я только начинала этот канал, повторюсь, я снимала мукбанг, понимаете, рецепты. Ну, вообще, изначально я снимала распаковку киндеров, но сейчас этих видео нет, они закрыты. Начала снимать рецепты, поняла, что рецепты это не мое. Их снимать по времени очень долго, вот. Но рецепт есть. Что у меня здесь входит? Как делаю я? Все по-разному делают, я расскажу, как я делаю. Два-три огурца, вот этих. Я делаю, как бы, много, чтобы и мне, и мужу, и... В общем, всем хватило. Помидоры черри. Вот они. Помидоры черри тоже сейчас не очень хорошие. Вот они безвкусные, знаете, как бумага. Я вот ем. Немножко какая-то кислинка, и все, такое ощущение, что это просто бумага. Что сейчас за овощи, что сейчас за фрукты? Ну, огурцы чуриловские наши тут местные, в принципе, как бы, они еще более-менее неплохие. Ну, конечно же, тоже стопудово накачаны всякой фигней. В общем, помидоры черри. Можно обычные помидорки, в принципе. Вот они принципиально. Я делаю крупными кусками, чтобы салат не раскисал. Ну, примерно вот так вот я огурец режу. Я раньше мельче резала. И черри я режу либо просто вот пополам, да? Либо еще вот так вот, на четвертинку. Дальше. Перец болгарский. Я беру желтый и красный, чтобы покрасивее было. Красивее, как покрасивше было, в общем, чтобы... Вот у меня желтенький и красненький. А я сижу с такой ощущением, что что-то забыла добавить, но вроде бы нет. Так. Лучок. Синенький вот этот, фиолетовенький. Я либо полукольцами. Сегодня у меня была большая луковица, поэтому я там, ну, на полу-полу-полукольцами. В общем. Маслины. Я некоторые целые делаю, некоторые пополам. Режу вот это, например, пополам разрезано. Маслины. Ну, салатик листовой, соответственно. И сыр фитакса. Фета, кому какой нравится. Я беру вот такой. Взяла специальную коробочку, чтобы вам показать. Я обожаю этот сыр. Вот такой вот. Хохланд. Он идет уже с маслинами и паприкой. То есть, вкрапления в нем идут, и он придает такой пикантный вкус. Поэтому я всегда такой беру. Мне очень нравится. Я не уверена, что я это все съем. Это что-то много для меня, конечно. Хотя я... Там где-то в обед съела пол тарелочки супчика легонького. И все. Куриного. Обожаю салат. Мы его всегда готовим на все праздники. На Новый год обязательно. Мама научила. Она теперь тоже добавит. Готовит. Так. Заправлять. Ну, по-хорошему, конечно, лучше оливковым маслом. Можно добавлять сюда сок лимона. Ну, у меня оливковое масло закончилось. Поэтому я заправила обычным растительным. Лимона я не стала добавлять. Не захотела кислинки. Посолила, поперчила. Все. По вкусу. Я вот так делаю. Обожаю. Могу его хоть сколько съесть. Ну, конечно, не за раз, а... Какими-то промежутками времени. Сижу жарко. Я одела эту вот штуку. У меня эта лампа работает. Цвет кольцевый. Вообще от него так жарко. Пить хочу, не могу. Такое ощущение, что что-то соленое ела. Хотя я не ела ничего соленого. У меня есть некоторые вопросы. У меня сегодня, конечно, видок. Я не выспалась. Короче, нифига. Я уснула в 5 утра, короче. А в 7 уже в садик. Даже, ну, пораньше я стою. Ну, ребенка буди. Всем уже, да, вставать. Вчера с вечера насмотрелась один канал. Случайно на него попало. В общем, началось с того, что я начала смотреть про пьяного врача в МИАСе. У Рентгенова. Там женщина его засняла. Я сама из МИАСа. Просто родилась в МИАСе. Родители у меня там живут. Приезжают туда часто. Просто живут в Челябинске. И вот я стала смотреть. И наткнулась на канал. Там что-то инцидент МИАС, по-моему, называется. Началась всякие ролики там смотреть. И попался ролик мне про пятерочку. Как там, знаете, вот этот прикол в пятерочках есть. У них стоит один ценник, да. Они продают совсем... На кассе подходишь, по факту уже совсем другая, да, цена. И как там мужчинка с ними ругался. Но они ему деньги вернули. Я пятерочку вообще не люблю. У меня вот прям в окно пятерочка рядом с домом. И магнит с двух сторон, прямо с дедома. Я туда редко-редко хожу. Вот прям, вот знаете... Там можно хлеб купить. Что-то молоко. И то надо на срок годности смотреть. Все. Курицу. Я вот пару раз, там, три раза я покупала там куриную грудку. Она все время какая-то тухлая. Хотя срок годности стоит нормальный. Даже открываешь у них этот холодильник с курицей. И воняет тухляком. Поэтому я в спаре покупаю. В Ашане мы покупаем в спаре. Ну и вот, значит, вот этот вот ролик про пятерочку. И тут мне в рекомендованных начала, конечно, выдавать другие ролики. Про то же, как вот... Ну, там, каналы целые создаются и ходят. Они, типа, проверяют вот эти вот все магазины сетевые. Типа пятерочек, да. Дикси, там, магнитов. Карусель, по-моему, есть. Еще что-то есть. Спары вот эти вот. На просрочку проверяю. Там наткнулась сначала на один канал. Начала комменты читать. И там, типа, пишут. Вот ты так фигово снимаешь. Вот надо как-то такой-то там канал. Не забыла, как он называется. Мистер Рико, как майонез нет. Мистер Рису. Что-то такое, в общем. Мистер какой-то там, Рэ какой-то. Это не реклама, ничего. Это вот я просто, я зависла до 4 утра. Как Леву спать уложила. И, короче, думаю, сейчас посижу поработаю. По своим каналам там. Нифига. Вот этот вот. И вот они, парни там. Я так поняла. Они ездят по разным городам. И на просрочку вот эти вот товары проверяют. Я ухохоталась там. Какие чудики, конечно, работают в этих магазинах. Я никого не хочу обидеть. Не. Ну, там такие моменты смешные бывают. Вроде бы, да, такая тематика серьезная, да, просроченный товар. Но это реально так. Они продают, впаривают. Особенно пятерочка вообще этим грешит конкретно. Просто связываться с ними неохота. И сколько. Самое обидное, что вот они много детского питания показывают, что там на 2 недели просрочка, на месяц. То есть люди, вот кто-то может и не посмотреть. Вот даже папаши приходят, да. Не мамочки. Мамочки, мне кажется, все смотрят с другого. А вот мужчины, но они такие, прошу мужчин, не обижаться. Вот моему, если не сказать, посмотреть с другого, он не посмотрит, мне кажется. И вот просроченные творожки детские, да. Вот эти вот баночки с фурдоняне там. Я в шоке, конечно. Я сама сталкивалась, я видела в магните кашу просроченную детскую. И видела йогурты постоянно в пятерке просрочены на 3-4 дня. Прям бесит. И они такими дураками прикидываются. Мы просто еще не успели снять. Мы не успели. А они-то, парни, как делают? Они там несколько товаров покупают, и они все нормально у них по кассе проходят, а потом они стоят и доказывают, мы не можем вам этот товар продать, потому что он просрочен. Ну, короче, такое. Охохоталась. Вот я зависла на этом канале. Соответственно, я меньше 2-х часов поспала. Состояние нестояния вообще. Сегодня буду еще смотреть. Я там начала смотреть, как они в одном магазине там, короче, зарубились. Там они вызывают всякие службы охраны, там приезжают в магазины. Полицию вызывают. Дерутся. Вот эти парни, два парня, по-моему, снимают. У них там, они тоже с охранниками ходят. Я только про магазины смотрела. Также я поняла, у них еще есть про гаишников что-то там. Надо будет посмотреть. Рассказала. Не знаю, сегодня отвечу на какие вопросы нет. Буду снимать еще почаще. Постараюсь банки выкладывать. Я, правда, обещаю, 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 обещаю. Просто еще хотела затронуть тему, вот как... Ну, это, наверное, больше для блогеров будет интересно. Может быть, меня кто-то смотрит из блогеров. Я еще хочу на основном канале отрызгать. Как воруют каналы сейчас. Они меня задолбали. Где-то, наверное, в октябре мне первый раз пришло на почтовый ящик, письмо. Ну, на электронный. Типа... Типа от Ютуба. Значок такой же, вот этот круглый, да? И написано. Я это слово не помню, на английском. Ютуб же у нас, типа, ну, заграничный. Ля-ля-ля-ля-то поляну я в переводчик забила. Если вы в течение 20... А, уберите там у вас какое-то спам-видео или что-то там какое-то, ну, в общем, нарушающие законы там, что-то такое Ютуба-видео, если вы его не удалите, ваш канал будет удален в течение 24 часов. Я такая испугалась. Думаю, да, ну, нафиг, нафиг мне. Ну, запаниковала. Думаю, я столько сил в этот канал вложила. Я имею в виду основной канал, который я почти 4 года веду. Посмотрела. А как раз тогда волна была кражи каналов у многих таких вот, у популярных блогеров воровали. И я такая... Так, я она без паники, без паники. Думаю, надо писать в службу поддержки Ютуба. И забила просто вот это... Все, что там написано. Я зашла в Гугл. Справка Ютуб куда-то там. И забила вот это вот все. И оказывается, это мошенники. Потому что, когда я посмотрела адрес, с которого мне это письмо пришло, там не просто Gmail, а Ютуб только с Gmail присылает. Там просто Mail.ru. Вот, это первый такой звеночек. А там, где вот это вот все написано, ТТТ, через 24 часа вас заблокируют. И такая осенненькая штучка, говорит, перейдите по этой ссылочке, вот ни в коем случае никогда не переходите по ней. Они могут сразу спереть ваш канал, и не только ваш канал, а все, что у вас на рабочем столе открыто. они тут же меняют пароль, и все, и то есть ваш канал вам не принадлежит уже. Вот. Ну, либо они там начинают тырым-пырым, турым-пурым-шурым-мурым, пришлите нам код, и все, короче, вы отправляете код, и... тренда. Ну, я, как бы, прочитала это, добавила письмо в спам, но все равно переживалась, думаю, вдруг это правда от ютуба. Начала смотреть ролики, и увидела много таких ситуаций, было, что да, что типа это мошенники. Ладно. Думаю, пошли вы нафиг. И где-то с периодичностью там раз в неделю, два раза, в месяц, да, там, раз в две недели мне стали приходить вот такие письма. Ну, я уже такая... Причем с разных адресов я тут коленками своими свечу, мне просто очень сильно устала нога. Шторы. И вот мне стали приходить такие письма. Ну, это вот где-то в октябре началось. И тут буквально перед Новым Годом числа 30-го опять начали писать. Я за вот эти новогодние праздники, новогодние каникулы столько этих писем получила. Они в день по нескольку раз прислали. Видимо, знаете, в надежде на то, что люди гуляют, отдыхают, там, прибухнули, да, там, кто как отмечает же. Все по-разному думают, ну, а там такие, ну, она веселее, перепугаются и все сделают. Это прям была какая-то атака. И сейчас вот мне с периодичностью, ну, раз в неделю стабильно приходит такое письмо. И еще из них не живут этой вот всей херни хотел сказать. Фигни. Они, знаете, что делают? Они типа хотят купить у вас канал. Да. Я куплю у вас канал. Причем это не обязательно большой канал. Им нужен монетизированный канал. Пусть у вас там даже тысяча, две тысячи подписчиков, но канал монетизирован. Они в основном такими пишут. То есть, крупным блогерам они не пишут, мне кажется, купить канал. Потому что знают, что им никто ничего не продаст. Потому что большие каналы зарабатывают нормально, да? А тут типа они у вас под предлогом купить канал, и там тоже какая-то котовасия может произойти. Так что, блогеры, будьте бдительны. Особенно вот эти вот письма. Ни по каким ссылкам не переходить. Никому ничего не отправлять. Никакие коды, никакие пароли, ничего. Сначала писать, именно писать в службу поддержки. Я наобъелась. Я со своим блокнотиком с авокадо отвечу на один вопросик. и на этом все. Ну, остальные я фиксирую, я все записываю, у меня все записано. Не переживайте. Я специально на бумаге, потому что на бумаге лучше всего все сохранится. То есть, да. Вопрос. Ван Лав. Мне постоянно это, я не знаю, девочка, наверное, пишет комментарии, она смотрит все мои каналы, по-моему. Мне очень приятно. Спрашивает, сколько комнат в вашей квартире? Хотели бы мы дом? Хотели бы вы дом? В нашей квартире три комнаты. Я не знаю, только для чего эта информация нужна людям. Но, если интересно, я могу ответить. Три комнаты у нас. Нам хватает пока что. Дом, конечно, мы бы очень хотели дом. Я бы желательно хотела дом где-нибудь в Сочи либо в Крыму в Ялте. Люблю Грым и люблю Сочи. Вот. Но пока и возможности, так сказать, нету дом. Потому что, ну, я и не вижу смысла в Челябинский дом. Здесь очень плохая экология. Если дом, то надо отсюда переезжать куда-то. Но пока что мы не переезжаем. Даже вот в Мясо, где у меня родители живут, там можно купить дом. Там природа просто шикардос. Наши уральские горы. Тургаяк, там все озера. Эльмень, Тургаяк. Ну, сейчас вот тоже вот это вот все откупают. Тургаяк, вообще, мне кажется, там бесплатно не подъедешь никуда. везде все выкупили. Все платное, везде всякие эти кто они? Гостиницы, эти, трым-прым. Везде все за деньги сейчас. Киси-Гач у нас там рядом, вообще шикарно, озеро. И Лоэ. Природа супер. Ну и воздух, соответственно, конечно, почище, чем здесь. Поэтому дом очень хотим. У меня муж сильно хочет, но пока, пока так. Но я думаю, в дальнейшем, в доме жить лучше. У нас, вот мы живем в панельном доме. Все слышно. Вот у нас у соседей ребенок родился. Я все слышу, когда вот он ночью просыпается. Все, все, все. Очень сложно. Да даже вот мы просто разговариваем чуть громче, чем обычно слышно. Мне кажется, я вот сейчас сижу тут, разговариваю, мне кажется, они меня внизу слышат или наверху что. Ну, может быть, они конкретно не слышат, что я говорю, да? Ну, они слышат, что я что-то здесь бубню-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я больше не могу, мне просто не лезет уже. Тут немножко осталось. Вот такие вот дела. Пишите еще свои вопросики. Суши, роллы будут обязательно. Я так вот хотела, планировала, ну и не получилось. Ладно, я хочу просто сказать, что я закажу в другой доставке. Мне что-то вот в этот раз не понравилось. Даже, может быть, хорошо, что я не снимала. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходят новые видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новые болталки, поедалки и многое другое. Всем пока-пока и приятного аппетита. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok